Здесь и поэзия, и проза, и публицистика, и пьесы. В общем, это невероятное разнообразие. Так представила очередной выпуск «Альманаха. Диалог» поэтесса Елена Аксельрод. Она вела этот вечер в Иерусалимском доме наследия Урицве Гринберга. Затем, со свежим выпуском в руках, слово взяла Рада Полищук, издатель и главный редактор «Альманаха». Она говорила о том, какое место он занимает в ее жизни. Издание «Альманаха» – это процесс долгий, трудоемкий, изыматывающий силой. Все нервы, все силы, все бессонные мучи, вообще абсолютно все. Читаешь ты только тексты, которые приходят. То есть чтение как процесс, как удовольствие из жизни ушел навсегда. Значит, вот читаем и не читаем тексты. Ну, конечно, конечно, творчески, конечно, да, и радости, открытия, невероятные, неожиданные встречи прекрасные и удовлетворение, когда уже наконец-то держишь в руках эту книжечку. Все это так, все это так. Затем выступили авторы «Альманаха» и те, кто причастны к его существованию. Это цикл. А потом вместе с сыном Артуром погибло в Холокосте. Диалог, как и все сущее, создан Богом. Он начинался как монолог. И сказал Богу, да будет свет. А состав человека, Бог начал подлинный диалог, избрав человека своим собеседником. Я человек, который не особо умеет обликоваться, не особо умеет предлагать какие-то свои отписи. Для меня очень важно вот это личное знакомство, это интонация личного тепла, что ли. Я почувствовала в Раде, и потом мы познакомились с Сашей, я почувствовала то самое родное, близкое, настоящее, что дало мне возможность совершенно спокойно предлагать дальше какие-то свои вещи. И, в общем-то, оказалось вполне удачным, к моему счастью. Я возглавляю Муту, которая называется «Литературные диалоги». А Мута возникла, родилась исключительно по родным соседям, с при родном активном участии. И мы не просто являемся представителями Альмана по диалогу в Израиле, а мы стараемся как-то то, что называется оживить его в том смысле, что у нас, получается, страницы в лицах, вот наши все вечера, посиделки, презентации авторов, переводчиков, вардов, гритиков, издателей – это все связано непосредственно с диалогом. Вот так на Иерусалимской площади проходило выступление ансамбля барабанщиков в рамках недели японской культуры. Другая часть японской делегации, хоровой коллектив, посетила больницу Адаса. Они выступили там и осмотрели знаменитые витражи Шагала в больничной синагоге. Здравствуйте! Сегодня займемся блатным термином, у которого, как видно, вне сомнения есть еврейский корень. Еврейский корень и этимология которого и произношение является истинно южно-российским, мало-российским, когда-то говорили, произношением евреев. Это мусор. Должен вам сказать, что когда я был маленьким мальчиком в Кишиневе, то я слышал это слово среди моих родственников, которые говорили наидыш. Но я это представлял себе русским словом «мусор». То есть то, что остается после уборки и все. И понятно было вот это отрицательное значение, что кого можно назвать мусором. Конечно, людей, которые нехорошие. И только впоследствии я понял, что вот именно это обозначение предателя, следователя, полицейского и, конечно, доносчика, то есть вот этого осведомителя, который был в конце 19-го, начала 20-го века, который как бы входил в воровскую среду, а был осведомителем, частью полиции. Именно его называли мусором. То есть это от слова мойсер, мусор. Именно вот в литовском, на литовском произношении, на более северном еврейском говорили мойсер. А на южном говорили мусор, на южном произношении мусор. То есть доносчик, предатель. Лимсор. Это от глагола лимсор, передать. И это слово мусор, на нынешнем еврите мусор, а именно на идовском южном произношении мойсер, мусор, оно обозначало долгие века тех евреев, которые доносили властям о какой-то там контрабанде еврейской. Евреи обычно жили у границ. И так как дискриминировались обыкновенными законами, то не было другого выхода, кроме как торговать контрабандными товарами, перевозить. А впоследствии это получило, конечно, свое воровское значение. Это первое, по-моему, наиболее реальное значение слова мусор в блатном языке. Некоторые исследователи считают, что, может быть, это произошло от слова маасар. Но это новое слово, надо вам сказать. Маасар – это заключение в тюрьму. Тюремное заключение. Это слово новое. Оно не использовалось, не использовалось как таковое в более древнем еврейском и идорском языке. Тогда это обозначали иными словами совсем. Тфисе, например, или ещиве и так далее. И поэтому мне кажется, что слово маасар – тюремное заключение, оно не менее реальное. А слово именно доносчик, предатель, осведомитель, полицейский, оно действительно имеет место.